Темпы экономического роста в Китае в прошлом году составили порядка 5,2%. Это превышает целевой показатель правительства, несмотря на отсутствие масштабных стимулов. Об этом заявил председатель Госсовета КНР Ли Цянь на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Ли отметил наличие в Китае надежной цепочки поставок, производственных мощностей и перехода от трудовых дивидендов к дивидендам талантов. Он также подчеркнул ведущую роль высоких технологий в обеспечении роста экономики страны, назвав обширный рынок Китая и продолжающуюся урбанизацию ключевыми факторами дальнейшего развития. 54-е ежегодное собрание ВЭФ проходит в Давосе с понедельника по пятницу и посвящено теме конференции «Восстановление доверия». На нем собрались политические лидеры, бизнесмены и эксперты из более чем 120 стран. Основные темы форума варьируются от достижения безопасности и сотрудничества в разделенном мире, создания рабочих мест и роста для новой эпохи до долгосрочных стратегий в области климата, природы и энергетики. Китайская экономика демонстрирует устойчивый прогресс и продолжит давать мощный импульс мировому экономическому развитию. Китай является важным двигателем глобального прогресса. В последние годы наш вклад в мировой экономический рост составил около 30%. В 2023 году экономика Китая в целом восстановилась и улучшается. Наши ожидаемые темпы роста ВВП составляют около 5,2%, что выше целевого показателя в 5%, установленного в начале прошлого года. Выступая на форуме, премьер также призвал глобальной макроэкономической координации. Также в приоритетах управления цепочками поставок, технологическое и зеленое сотрудничество, инклюзивный рост. Только путем усиления инновационного сотрудничества можно добиться дробокачественной конкуренции и максимальной жизнеспособности, добавил Ли. По его словам, надо сделать так, чтобы инновации процветали на почве открытости. Китайцы верят, что выгоды должны распределяться взаимно. Только когда выгоды ощущаются всеми, это можно считать истинным развитием. Мы должны полностью реализовать повестку Дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года. Укреплять глобальное сотрудничество в области развития. Устранять разрывы в развитии и создавать новые направления сотрудничества в таких областях, как борьба с бедностью, продовольственная безопасность и индустриализация, чтобы принести больше пользы людям во всех странах. Продолжение следует...